Даже элементарно тут в подъездах пандус нет. Даже нормально не могли доделать. Вообще ничего не видно на самом деле. Телефон если подсветить, только тут такие подъемы есть очень опасные. И таких недоделок в социопатичном доме на Оренбургском тракте не один десяток. Дети за год привыкли играть в темноте. Детская площадка без освещения, а в самих квартирах проблема с вентиляцией. Да, ощущение, что она не работает. Так что, например, запах гари иногда у нас выходит. Кто-то, например, что-то там поджарил, да, и вот этот запах гари как будто где-то вот пожар. Дом сдали в феврале 2017-го. Жильцы подписали акты, заехали. Через несколько месяцев оказалось в высотке проблем выше крыши. В вечернее время одна проезжая часть машины здесь стоят в два ряда. Все это автомобили той самой многоэтажки. Другой парковочной альтернативы пока для них точно нет. Это же мы все можем провалиться. На парковке вода. Парковка в прямом смысле плывет. Вода по всей площадке. Прокуратура месяц назад проверила дом. В итоге нарушение в части пожарной безопасности. Самое главное, жители не могут даже оформить в собственность свои квартиры. Свет не подключают, потому что дом не на балансе. Но, по другой информации, дом не могут взять на баланс без освещения. Получается, если в течение пяти лет город нас на баланс не возьмет, мы вообще останемся на улице. Исполком Казани в мае направил документы в кадастровую палату для постановки на учет. Однако, ведомство приостановило процесс из-за технических ошибок. Так утверждает город и добавляет. ГЖФ дополнительных документов исполкома пока не предоставил. Эти уведомления своевременно направлялись застройщику. По состоянию на 15 ноября 2017 года скорректированные документы для направления в кадастровую палату от ГЖФ при президенте республики Татарстан не поступали. Госжилфонд подтверждает, дом не на балансе. По их версии, это исполком не предоставил необходимых документов. Технический заказчик управления капитальным строительством и реконструкцией исполкома города Казани не представил в фонд полную отчетную документацию. А исполком обязан отчитаться по всем деньгам. Также город неверно указал показатель жилого дома в разрешение на вод, говорят в ГЖФ. Только после выполнения этих условий фонд его примет на баланс до 15 декабря. Но вот когда Октаж устранит все недочеты, дата открыта. Строители отказались комментировать, как допустили такие нарушения при строительстве. Альбина Минибаева, Рамзель Гарипов и Андр Сентальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова